приветствую вас друзья в этом видео поговорим с вами про 11 уровень но вначале напомню вам некоторые важные вещи во первых стартует акция празднованию дню россии в телеге и в группе вконтакте добавил ссылку по которой можно активировать промо код в этом промо коде 3 дня према 2d стиль 3 color эмблема флага россии защитник в аренду на три дня также еще хочу напомнить что сегодня 11 июня заканчивается у нас боевой пропуск позывной репей репей этот закончился практически если вы очки сегодня не потратите очки боевого пропуска их можно там потратить на какие-то стиле или на какие-то там членов экипажа я все время выбираю боны и все поскольку все остальное у меня есть в магазине можете зайти и выбрать чего интересно если вы их сегодня не потратите завтра они уже сгорят поскольку завтра 12 начинается у нас следующий боевой пропуск который называется отряд гост ну и завтра соответственно выходит новый патч про который я вам уже миллион видосов сделал и все рассказал также нас 11 по 14 акция x3 за победу первую в день перевод свободки в экипаж 1 10 10 процентов золота за покупки в рублях возвращается вам на аккаунт 25 процентов скидка переобучение обучение экипажа снаряжение за кредиты 25 процентов можно накупить там до пайков также скидка 25 процентов на обучение за кредит и также оборудование за кредит и скидка 25 процентов на форуме люди жалуются что скидка 25 они 50 разработчики там что-то отбиваются в общем на форуме там пытаются друг друга уломать обычно скидка была 50 процентов тут на тебе 25 жадность подъехала видите ли скидка обязана быть 50 процентов разработчики говорят что где такое сказано что 50 хочу 25 липлю 25 все в других акциях будет другая скидка ну да 25 еще можно пополам разделить и будет 12 половиной тоже скидка же в общем можете написать комментариях что вы об этом думаете а мы переходим к танкам 11 уровня обновилась у нас информация на странице с таймером до релиза 11 уровня там у нас добавили флажочки два советских один китайский и один американский соответственно первые четыре танка 11 уровня у нас будут два советских один китайский один американский по сути если танки чуть посовременнее взять чем те которые сейчас есть в игре что мы можем увидеть мы можем увидеть что очень много танков в игре у нас которые только были в чертежах в проектах и до релиза не дошли поэтому сложно представить что вообще нас там ждет поскольку чуть посовременнее танки советские это т-64 а т-72 и т-80 с различными модификациями которых там было так много что там еще десяток танков можно перечислить там всякие у б у б б м я в них не разбираюсь но в общем модификации там очень много то же самое китайские танки там тоже очень много модификаций начиная с тайп 59 и заканчивая type 90 там их просто много type 80 88 60 что-то посовременнее похоже на леопарда абрамс и что-то менее современное похоже на т-64 т-62 т-59 в общем одинаковые такие стэшки с такой вот круглой башни но грубо говоря это танки которые там прям в серию шли и было много а у нас в игре таких танков практически то не особо у нас больше каких-то танковым салфеточных которые на чертежах там рисованы выдуманы в проектах куда-то шли-шли и не дошли поэтому сложно сказать что вообще там будет я больше верю в какой-то советский объект 279 который похож там на какой-то луноход но внешне мне еще нравится т-80 китайские танки вообще непонятно что там будет но американские что-то можно ждать м1 абрамс самый какой-то первый там xm1 абрамс или что там она была короче можно сделать вообще так что там что китайский танк будет почти абрамс что американский чисто что советский танк будет два разных каких я думаю что нужно ждать пока обновится информация на этом таймере и нам еще подкинут инфы а это произойдет у нас 14 06 в пятницу даже время написали 14 00 мск на консолях есть разделение танки второй мировой войны это там отдельная прям игра с ветками прям танками всем остальным а также есть еще танки холодной войны там тоже отдельно ветки прям танки отдельная игра прям целая куча танков то есть есть танки постарее есть танки поновее есть еще танки прям совсем современные там можно все три игры сделать так что я думаю недостатка в количестве танков там точно нет. А если еще обратить внимание на модификации, там этих танков можно вообще просто как с конвейера наделать целую кучу. 9 лет назад разработчики пошутили на 1 апреля о том, что будут там какие-то современные танки, 11 уровень и так далее. И вот спустя 9 лет шутка зашла далеко. В каждой шутке есть доля правды. И теперь мы ждем релиз 11 уровня. Но пока что вообще не было анонса, что это будут за танки. Какой временной промежуток. Насколько они могут быть современные. Насколько они там будут сильные и имбовые. Поскольку у нас они, было сказано, что будут просто в прокачке. Любой сможет их прокачать, а не какая-то отдельная игра. И будут ли потом со временем добавлять какой-нибудь 12 уровень. И будут ли более современные танки, но послабее, добавлять куда-нибудь на более низкие уровни. В общем и целом посмотрим. Свои мнения можете написать в комментариях. Ждем следующее обновление. Этой замечательной страницы. С вами был Варчик. Горать красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok